В Курганской области самоизоляция граждан старше 65 лет продлена до 14 марта. Это связано с тем, что, к сожалению, пожилые люди остаются в зоне риска. Они составляют значительную долю из числа заболевших и тяжело переносят ковид. Выходить из дома пожилые люди могут лишь в некоторых ситуациях, например, при обращении за медпомощью, преследовании на работу, в суды и обратно. Можно ходить в магазин, выгуливать домашних питомцев. Режим самоизоляции может не применяться к людям, чье нахождение на работе критически важно. Самоизоляция также не распространяется на работников здравоохранения. Отметим, что с 1 марта по решению Оперштаба возобновляется деятельность театров и концертных учреждений. При этом зрителей должно быть не более 50% от вместимости зала. В Зауралии уже несколько дней подряд регистрируется менее 80 новых случаев COVID-19. Так, за последние пять дней заболело 383 человека. По выздоровлению за это же время выписано 294 человека. В основном болеют жители областного центра и ряда крупных районов. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 17 497 случаев COVID-19. В Кургане изменится стоимость горячего питания школьников. По решению Гордумы стоимость обедов будет увеличена с 1 марта по 31 мая. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете города Кургана на 2021 год. Стоимость бесплатного питания для школьников 1-4 класса составит 71 рубль в день вместо 60. До 71 рубля увеличат и частично компенсацию стоимости питания учащихся 5-11 классов из малоимущих семей, получающих пособие. Увеличение стоимости питания коснется также всех детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с 1 по 11 класс. Каждый день за счет горбюджета на двухразовое питание одного такого ученика будет выделяться 142 рубля вместо 120. Кроме того, такие дети, обучающиеся на дому, будут получать компенсацию в виде сухого пайка из расчета 142 рубля в день. Зимние забавы могут обернуться серьезными неприятностями и даже трагедиями. С начала года следственными органами СК России организовано более 20 проверок по фактам травмирования и гибели людей. По результатам этих проверок возбуждено 10 уголовных дел. Зачастую жертвами подобной беспечности становятся дети. Следственный комитет напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности и проявлять бдительность во время развлечений. Выбирать нужно только оборудованные для отдыха места. Выезд на тюбингах на проезжую часть и железнодорожные пути, необорудованные лыжные склоны, травмирование на ватрушках – вот самые частые опасности. Развлечения на коньках также могут закончиться трагедией. На водоемах можно провалиться под лед. Организаторам зимнего досуга следует всесторонне обеспечивать безопасность посетителей и быть готовыми оказать первую помощь. В Кургане открыли новое исправительное учреждение для отбывания наказания в виде принудительных работ. Участок при ИК-1 на 30 осужденных переоборудован в исправительный центр на средства из бюджета области. Раньше приговоренные к исправительным работам отправлялись в другие регионы. В Уфиц на каждого осужденного приходится по 4 метра жилой площади. В здании центра есть спальное помещение, комната для приготовления и приема пищи. Сделаны удобные душевые кабины, санузел, бытовые помещения. Имеется комната для проведения воспитательной работы с осужденными. Первые обитатели поступят в Уфиц в течение недели. В Кургане в 2021 году появится приют для бездомных животных. Средства на это выделят из областного бюджета. Кроме этого, в Кургане и Шадринске создадут специальные площадки для выгула собак. В областном центре участок уже выделен. Площадку обустроят уже в этом году в районе улицы Свердлова, недалеко от реки Табол. В 2022 году планируют сделать площадку с тренажерами для собак в 4-м микрорайоне Заозерного. В Шадринске уже есть площадка для выгула. В 2021 году ее оснастят тренажерами. В Китайске такая площадка появилась в 2020 году в рамках программы «Комфортная городская среда». В Горсаду продолжат благоустройство. По общей концепции он останется зоной тихого отдыха без аттракционов. В парке установят дополнительные скамейки, разобьют цветники, сделают освещение, поставят туалет. Вход со стороны улицы Карла Маркса оштукатурят и окрасят. Фонтан у входа со стороны улицы Ленина заменят на новый. На новой площадке для детей в середине горсада уложат травмобезопасное прорезиненное покрытие. Деревянные фигуры по мотивам русских сказок перенесут ближе к площадкам для игр. Неподалеку от цветового фонтана обустроят тихий шахматный скверик, установят беседки с досками для игры в шахматы. Кроме того, в Горсаду собираются сделать аллею славы. В нее занесут имена людей, оставивших в истории города значительный след. К 76-летию победы на территории городского сада установят новый арт-объект. В Курганскую больницу номер 2 прибыли 12 специалистов федеральных центров. Они будут помогать курганским коллегам оказывать медицинскую помощь пациентам с ковидом. В инфекционный госпиталь Курганской больницы номер 2 доставляют самых тяжелых больных. Федерация по просьбе региона вновь готова оказать помощь высококвалифицированными кадрами. К нам прибыли два кардиолога, шесть анестезиологов-реаниматологов, сердечно-сосудистый хирург, две медсестры-анестезиста и медбрат. Планируется, что они будут работать в Кургане до 3 марта. Они окажут не только серьезную практическую, но и методическую помощь нашим врачам. Урельский полпред Владимир Якушев осмотрел Курганский аэропорт, находящийся на реконструкции. Зона досмотра в аэровокзале перенесена на второй этаж, сейчас там идут внутренние работы. Там появится комфортная зона ожидания с видом на взлетную полосу. Уже заменены витражи со стороны лётного поля. На первом этаже останется зона регистрации в стадии завершения, здесь и бизнес-зал. Оборудуется зона ожидания для маломобильных граждан. Когда на улице потеплеет, будут продолжены работы по облицовке фасада. Планируется, что к концу 2021 года основная часть работ будет завершена. На лето запланировано благоустройство прилегающей территории, появится удобная парковка и аллея. В зауральских колониях прошёл конкурс снежных фигур. Женщины из ИК-7 слепили палеонтологический музей, химлабораторию учёных и даже космический корабль. В лечебном исправительном учреждении номер 3 среди персонажей фигура медика с книгой «Коронавирусе». В ИК-2 слепили быка как символ 2021 года и полноразмерную копию танка Т-34. Жюри особо отметило творение осуждённых ИК-6, Дед Мазай и Зайцы. Им и досталась победа в конкурсе. В 2021 году на благоустройство дворов, парков, скверов и зон отдыха в Заурале выделят более 220 миллионов рублей. На эти средства преобразят 55 общественных и 30 дворовых территорий в Кургане-Шадринске и 18 районах. Масштабные работы проведут в Кургане, благоустроят набережную в Западном и территорию у пляжа Бабьи Пески. Преобразятся пешеходная зона в районе улиц Галкинской, сквер около памятника Александру Матросову. Два сквера в посёлке Восточном и зона отдыха на бульваре Солнечный. Также планируется привести в порядок 21 двор в многоквартирных домах. Девять дворов благоустроят в рабочем посёлке Варгаши, в Звериноголовском районе благоустроят муниципальный рынок. В городах Петухова и Катайский завершат набережные имени Павла Юдина и Семь ключей. На улице Куйбышева от Дрожжзавода до улицы Пролетарской началась модернизация коллектора диаметром 1000 мм. Стоимость работ – 152 млн. рублей. Их выполняет ООСМ «Картель». Срок исполнения – конец 2021 года. Сейчас идут работы в районе дома номер 122 по Куйбышево. Выполнена установка временных перекачивающих станций и гидрозатвора. Ведётся разработка грунта, установка шпунтов, поставка материалов на объект. Демонтирован участок железобетонного трубопровода диаметром 1000 мм. Подрядчик приступил к прокладке нового полипропиленового гофрированного трубопровода низкого давления аналогичного диаметра. По сравнению с железобетонным он более долговечен. Производитель даёт гарантию минимум 50 лет. На сегодня проложено порядка 60 метров. Есть небольшое отставание от графика. Подводит погода. При морозах сложно работать. Происходит частая поломка механизмов. К тому же по нормам укладывать полипропиленовую трубу можно при температуре не ниже минус 15 градусов. Иначе она становится хрупкой. Работа осложняется тем, что рядом с коллектором проходит множество других коммуникаций. Приходится действовать предельно аккуратно. В марте, когда потеплеет, подрядчик планирует сократить отставание от сроков и перейти на круглосуточный режим работы. С весны будет укладываться в сутки по 12 метров трубы вместо шести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова